Приветствую всех, кого заинтересовала информация о предстоящем сезоне лето 2019 в море из Новосибирска. В нашем видео вы узнаете, туры каких туроператоров предлагаются сибирякам в летнем сезоне 2019 года на прямых регулярных и чартерных рейсах из Новосибирска в разных регионах, какие авиакомпании будут летать, как часто, с каким комфортом и по каким направлениям. Будет несколько новостей, приятных и одна неприятная. Для кого наше видео? Для всех, кто запланировал отдых с конца апреля до второй половины октября на морских курортах. Для широкой аудитории, молодежи, семей с детьми, пар без детей, туристов-одиночек, компаний друзей. Для тех, кто хочет определиться с направлением и затем более углубленно с ним познакомиться. Но сначала разрешите представиться. Меня зовут Ольга Тимохина. Я работаю в туризме с 1994 года. Являюсь совладелицей и директором по развитию Бюро путешествий Гран-Тур, основанного в 1995 году. Имею разнообразный опыт путешествий. Более 50 стран мира, автобусные туры, морские горнолыжные курорты, круизы, кругосветные путешествия. В частности, я бывала во всех странах, о которых буду упоминать в этом видео. И хочу представить нашу компанию – Бюро путешествий Гран-Тур. В конце этого года нам будет уже 24 года. В нашей биографии многолетний опыт туроператорской деятельности с 1996 по 2015 год, когда мы отправляли сибиряков на отдых на чартерах в числе других местных туроператоров. Сегодня у нас на рынке работают федеральные туроператоры, и о них я скажу позже. Но я не случайно упомянула наш туроператорский опыт, который так или иначе наложил отпечаток на нашу работу, как турагентство, благодаря чему мы отличаемся от большинства турагентств на рынке. Это привычка к любому направлению подходить комплексно, изучать всю отельную базу, анализировать, сравнивать, чтобы выбрать для наших клиентов лучшие варианты и ничего не упустить. Бюро путешествий Гран-Тур – это независимое агентство, которое не работает ни под одним из туристических брендов, но при этом мы хорошо знаем турпродукт любого туроператора, особенности каждого, приоритеты по отелям. Мы агенты прежде всего у клиентов и ищем именно для них подходящий тур. Для полной картины хочу еще представить географию путешествий наших туристов, которые побывали на шести континентах, в 90 странах, во всех полушариях, отдыхали на 43 островах трех океанов, плавали в круизах в Атлантическом, Индийском, Тихом и Северном Ледовитом океанах, катались на горных лыжах в Альпах, Пиренеях, Татрах, Рилах, Скандинавских горах, в горах Турции и Южной Кореи, поправляли здоровье в Израиле, Словении, Чехии, обучались английскому языку в Великобритании и на Мальте. Но давайте перейдем к главному в нашем видео, и я расскажу о летней программе пляжных туров из Новосибирска. Что обычно волнует всех туристов, когда они выбирают туры? Цена, отель, курорт. Но очень многих туристов сегодня волнует, кто туроператор, на какой авиакомпании лететь, на каком самолете и, естественно, расписание рейсов. Вот по этой схеме я и представлю вам программу предстоящего летнего сезона 2019 года с апреля по октябрь. И начну с туроператоров, тура которых мы предлагаем. Я подчеркну, что видео посвящено только пляжным направлениям, поэтому некоторых туроператоров, которые также работают на нашем рынке, я не упомяну. Перечислю по алфавиту. Аннекс Тур, Библиоглобус, Интурист. Кстати, новость номер один, будем считать приятной для туристов, туроператор возвращается на наш рынок в этом сезоне. Коралл Тревел, Пегас Туристик. Санмар вместе с Коралл Тревел входят в один холдинг. Тест Тур и Туи. Этот туроператор пришел на наш рынок в прошлом, в 2018 году. Итак, куда и когда полетим, на чем и с каким комфортом. Перед вами вся география маршрутов с весны до осени. Основной акцент я сделаю на Средиземноморье, где купальный сезон длится с апреля по октябрь. И, конечно, скажу о других пляжных направлениях из Новосибирска. Итак, раньше всего стартует и больше всего рейсов будет в Турцию. Более 10 лет назад из Новосибирска туристы летали в 4 турецких аэропорта. Анталия на курорты Средиземного моря, Даламан, Милос и Измир на курорты Эгейского моря. Но из Новосибирска осталось пока два направления – Анталия и Даламан. Анталия. Курорты Анталии, Алани, Белек и Мерсиде. Чартерные рейсы начинаются с 22 апреля. Первым начинает Танекс на авиакомпании «Азор Эйр», аббревиатура «Зет-Эф». С 22 апреля по 20 октября. Три раза в неделю. Летим на Боинге 757, все места эконом-класса. Вылеты из Новосибирска ранним утром. В 4 утра прилет в Анталию в районе 6 утра. Помните, что отели у вас будут заказаны с обеда. Но турецкие отели известны своим гостеприимством, поэтому пользоваться услугами, как правило, можно сразу. А если есть свободные номера, то и заселить могут раньше. Но, конечно, этого никто туристам не обещает. Так что, упаковывая чемодан, положите купальные принадлежности поближе, оставляйте вещи в камере хранения и начинайте отдыхать. Вылеты из Анталии в основном в 16, но есть также вылеты в 21 час. Затем стартуют Пегас, Коралл и Сан-Мар. Эти три оператора летают вместе на двух авиакомпаниях. Royal Flight, сокращение RL, и Nordwind. Часто эту компанию называют «Северный ветер». Аббревиатура М4. Общий период выполнения рейсов с 26 апреля по 29 октября. 26 апреля стартует Royal Flight. Это авиакомпания, аффилированная с Коралл Трэвел и Сан-Маром. Еще одна новинка сезона. В этом году не будет традиционно турецкой авиакомпании Pegasus, на которой в прошлые годы летали Коралл и Сан-Мар. Программа. До 11 октября вылет туда и возврат 17 октября. Рейс будет выполняться на Boeing 757 с компоновкой «Эконом-класс» по вторникам, пятницам и воскресеньям. Ранний вылет из Новосибирска в 3.40 и ранний прилет в Анталию часов в 6. Вылет из Анталии достаточно удобный – в 17 часов. И они же будут летать на пегасовской авиакомпании «Северный ветер». Программа начинается 27 апреля и заканчивается в конце октября. Рейсы будут летать по средам и субботам. Самолет А-330. И это можно считать приятной новостью номер 2. Потому что, внимание, самолет будет с компоновкой «Бизнес-класс» плюс «Эконом-класс». Тур с «Бизнес-классом» будет предлагать только «Пегас». Вылет из Новосибирска в 3 ночи. Также ранний прилет в Анталию в 5.30. И вылет из Анталии в 14.30. Таким образом, «Пегас», «Корал» и «Сан-Мар» будут летать 5 раз в неделю. По вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на двух авиакомпаниях. У туроператоров «Библиоглобус» и «Интурист» на авиакомпании «Россия», сокращенно FV, программа стартует 30 апреля. Окончание программы – 19 октября. Два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Пока не указан тип воздушного судна, но если как в прошлом году, то это двухэтажный «Боинг-747» в компоновке «Бизнес-класс». Продавать будет только «Библиоглобус» и «Эконом-класс». Конечно, если будет «Боинг-747», то расписание будет отличаться от всех других рейсов в Анталию. И оно будет не очень удобным. Поздний вылет из Новосибирска и поздний прилет в Анталию. И обратно, ранний вылет из Анталии. Это связано с особенностями обслуживания больших самолетов Толмачева. Но посмотрим, как будет. Уточняйте при бронировании туров. И, наконец, еще одна авиакомпания и два туроператора, которые стартуют позже всех. iFly – актеллированная авиакомпания туроператора «Тест-туры». Вместе с ним на этом же рейсе полетит туроператор «Туи». С 27 мая по 10 октября. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, будет летать А-330 в компоновке «Эконом-класс». Удобные вылеты и туда, и обратно. Из Новосибирска в 8 утра, прилет в Анталию в 9.35, вылет из Анталии в 19.30. Таким образом, рейсы в Анталию с конца мая будут выполняться ежедневно с разной продолжительностью у всех туроператоров. Важное замечание, как говорится мелким шрифтом. Все-таки имейте в виду, что у всех авиакомпаний тип воздушного судна и время не гарантируется. По правилам перевозчиков, их задача – доставить пассажиров из пункта А в пункт Б в разумные сроки. И даже если есть необходимость, они могут пересадить на другого перевозчика. Но будем надеяться, что никакие катаклизмы – политические, экономические, природные, технические – не помешают туроператорам и авиакомпаниям выполнить все намеченные программы. Второе турецкое направление – аэропорт Даламан и курорты Эгейского побережья – Марморис-Сарегерма-Фетхия. Будет только одна программа на рейсах Азор-Эйр. Туры предлагают аннекс-туры Пегас. Начало программы – 23 мая, окончание 7 октября. Три раза в месяц, туры продолжительностью 10 или 11 ночей. Самолет Боинг-757 с эконом-классом. Удобные вылеты, я бы сказала, классические. В России Новосибирск-Даламан вылетает в 10 утра, прилетает в Турцию в 12.45 и из Даламана вылет в 14 часов. Перехожу к так называемому греческому блоку, который представлен Кипром и Грецией. Эти страны объединяют греческий язык, похожая кухня, православие. Начну с Кипра. В Ларнаку будет летать два самолета. Особенность этого направления в том, что здесь будет летать регулярный рейс С-7 и чартерный рейс авиакомпании России. В связи с этим нужно кое-что объяснить. На базе чартеров туроператоры формируют свои турпакеты. Иногда можно купить отдельный билет на чартере, но стоимость их обычно зашкаливает, потому что туроператоры не авиакомпания, им выгодно продавать турпакеты, обслуживать туристов. Это их основная деятельность. На регулярных рейсах вы можете легко купить билет, чем раньше, тем дешевле. Но туроператоры могут брать жесткие блоки мест на регулярных рейсах по специальным ценам, на базе которых потом уже формируют турпакеты. И вот здесь важно знать, что вы можете столкнуться с тем, что найдете туры, например, на S7 в Ларнаку у разных туроператоров, но у одних цена не изменится, когда вы будете покупать тур. Это те туроператоры, которые имеют жесткий блок мест. А другим нужно будет уточнять стоимость билетов перед бронированием. И может так оказаться, что цена прилично выросла. Наверняка кто-то из вас в такой ситуации сталкивался. Вернемся к Ларнаке. На регулярном рейсе с блоками в этом сезоне будет летать только тест-тур. Программа охватывает период с 27 апреля по 26 октября, по вторникам и субботам. Летает Boeing 737, компоновка «Бизнес» плюс «Эконом». Но блоки у тест-тур только в эконом-классе. Вылет из Новосибирска в 6.40, прилет 9.20 и у вас еще полный день для отдыха. А вот вылет обратно в 10.30. Вторая программа в Ларнаку – это авиакомпания «Россия» и туроператор «Библиоглобус». С 1 мая по 20 октября. Вылеты по средам и воскресеньям. Тип самолета и расписание еще уточняется. Таким образом, на Кипр рейсы будут выполняться 4 раза в неделю – по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. Перехожу к Греции и продолжу рассказывать новости. Новость номер 3. Единственное неприятное. В летнем сезоне 2019 года из Новосибирска не будет программы на Халкедике с прилета в Салоники. Но хорошая новость – с нами остается остров Крит. На Крит будет летать «Северный ветер» и три туроператора «Пегас Коралл Сан Марк». Со 2 июня будет выполнено 13 рейсов продолжительностью 10 дней 9 ночей. Самолет «Боинг-737», вылет из Новосибирска в 9 утра, вылет из «Араклеона» в 13. Это небольшая программа в Греции. Успевайте купить тур на прямом рейсе. И не забывайте, что из Москвы туры в Грецию предлагаются более чем в 10 греческих аэропортов на материке и многочисленных островах. Завершая обзор средиземноморских программ – Тунисом. В Тунис когда-то из Новосибирска летали рейсы в Инфидо и Монастир. Но сейчас остается только Инфидо – это аэропорт, который ближе к Хамамету. Авиакомпания «Азурэйр», туроператоры «Анекс» и «Пегас». С 29 апреля по 3 октября, три раза в месяц, туры продолжительностью 10 и 11 ночей. Летать будет «Боинг-757» в 7 и 100 эконом-класс. Достаточно удобный и понятный график полета. Вылет из Новосибирска в 9, прилет в Тунис в 11, вылет из Туниса в 12.30. Куда еще могут улететь сибиряки? К морю напрямую из Новосибирска в период с апреля по октябрь. Что может быть альтернативой курортам Средиземноморья? В конце марта заканчиваются чартеры на индийский курорт Гоа, и это у нас исключительно зимнее направление. Возобновление рейсов теперь нужно ждать только в октябре, но сейчас пока никаких программ еще не заявлено. До 17 мая летает чартер Тестура на китайский остров Хайнань. Пока продления на лето нет. Кстати, у нас на рынке есть еще одно предложение по Хайнаню, но по этому направлению мы работаем исключительно только с Тестуром. До 22 мая по средам можно еще улететь в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, на регулярном рейсе авиакомпании S7. Правда, блоков никто из туроператоров на этом направлении берет, так что по любому найденному туру в поисковиках требуется переподтверждение стоимости билета, как в случае с Кипром, о котором я рассказывала чуть раньше. Кстати, есть такой профессиональный термин, который совсем недавно вошел в жизнь турагентов. GDS-туры, то есть туры, сформированные на базе регулярных рейсов, но не на блоках, а на базе свободных продаж тарифов. Поэтому, когда вы нашли тур по определенной цене, даже у нас поисковики, а потом мы вам говорим, что нет, цена другая, это именно и есть туры GDS, сформированные на базе регулярных рейсов. И в период, который я анализирую, с апреля по октябрь, Эмираты вновь возникнут, когда с 22 сентября начнется новая зимняя программа. У нас есть круглогодичные рейсы в Юго-Восточную Азию, Таиланд и Вьетнам. Таиланд – это вотчина чартеров Пегаса, Коррелла, Санмара и Аннакса, но теперь у нас есть регулярные рейсы не только в тайскую столицу Бангкок, но и на вьетнамский курорт Ничанг, в аэропорт Камрай. Итак, Таиланд. В Паттайю зимой операторы выполняют обычно по 8-12 рейсов в месяц. Летом программы сокращаются до 4-5 в месяц. Та же ситуация с Пукетом. Напоминаю, с прошлого года летом из Новосибирска выполняются теперь регулярные рейсы с Севен в Бангкок. Вьетнам. Ничанг. Летом количество рейсов также сокращается. Фуков пока выполняется до 24 мая. Еще раз повторюсь, что есть регулярные рейсы с Севен в Камрань, аэропорт, который в 30 километрах от Ничанга. И завершу свой рассказ о турах на море летом 2019 года еще двумя направлениями. Грузия. Впервые из Новосибирска авиакомпания Севен поставила программу на черноморский курорт Грузии Батуми. С 5 июня по 9 октября каждую среду можно улететь на новомодный грузинский курорт. Отсутствие визы и языкового барьера, грузинское гостеприимство и кухня, хороший отель – главные привлекательные моменты путешествия в Батуми. Недостаток – есть маленький аэропорт. И все туры, которые вам будут встречаться в Батуми – это туры GDS, то есть сформированные на базе регулярных рейсов. И, наконец, Россия. У нас есть регулярные рейсы авиакомпании Севен. В Анапу Севен совместно с авиакомпанией «Глобус» будут летать ежедневно 27 мая по 13 октября. А в Сочи, аэропорт Адлер и Симферополь в Крыму – круглогодичные рейсы. Туроператоры формируют на базе этих туров GDS Tour. Но я обращу внимание на готовые турпакеты на рейсах авиакомпании «Россия» от туроператора «Библиоглобус». В Сочи – круглый год летом 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам. В Симферополь со 2 июня – 3 раза в неделю по вторникам, четвергам, воскресеньям. Стоимость билета не будет меняться, как в GDS Tour, потому что это чартер. Но нужно знать о динамическом образовании цен. В частности, у «Библиоглобуса» вы можете каждый раз видеть разную цену на туры. Это связано с тем, что туроператор уже давно предлагает динамическое ценообразование, когда цена зависит от спроса. Все запрограммировано и учет ведет машина. Нет спроса – цены потихоньку снижаются. Есть спрос – могут резко вырасти. Это касается туров и в Турцию, и на Кипр, и на российские курорты с «Библиоглобусом». Это, кстати, сейчас эту технологию внедряют и другие туроператоры. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, информация, которую вы получили из нашего видео, будет вам полезна при планировании вашего ближайшего отпуска в этом году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!